здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивненко и сегодня отправляемся в мир музыки тем более у нас вновь в гостях татьяна станиславовна матвеева директор детской музыкальной школа номер два городского круга люберцы бывало уже у нас в гостях пришла она не одна вместе с учеником который у нас теперь выпускается до по классу фортепиано это артем попов здравствуйте здравствуйте татьяна станиславовна прежде всего вам вопрос насколько я понимаю вас праздник был большой музыкальной школе да у нас скажите этот год у нас юбилейный для нашего детской музыкальной школы номер два сколько же две пятерки пятьдесят пять лет то что называется юбилеем да да школа была образована в люберецком дворце культуры то и поэтому в шестьдесят седьмом году конечно это дворец культуры начало этой школы и поэтому мы там делали совсем недавно большой праздничный концерт торжественное мероприятие посвященное нашему юбилею собрали много народу и выпускников до полный зал до выпускники были 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 гости 55 лет даже сумасшедшая цифра это практически как я то есть возраст до выпускники школы которые приход приходили да да выпуск нет цифр сколько вообще примерно выпущена но вы знаете в основном не цифрами живем но в нашей школе уже работают преподавателями многие выпускники вот и причем такие очень люди авторитетные вот за эффективно байкова народное отделение у нас возглавляет отделение народных инструментов птицына анна сергеевна антонова татьяна владимировна вот поэтому очень много людей я сама выпускницы этой музыкальной школы ну то есть я не хочет так закончить даже не знаю как так получилось что я вернулась и потом в свою музыкальную школу стала руководителем но это значит какая-то судьба да потому что в этот дворец культуры я тоже пришла маленькой девочкой и меня прослушали я спела пусть бегут неуклюже потому что из проверяли слух и спела уклюже взяли вот и потом вот такая судьба музыка ждала моей жизни ну давайте мы подключать к разговору нынешних учеников артем артем а вас кто заставил то в музыкальную школу идти или вы прямо кричали хочу музыкальную школу вот так как раз таки был и никто не заставлял я сам маме сказал что я хочу научиться а почему вы видели чего-то да я видел в интернете многие видео играли да и я захотел также а и пришел в нашу музыкальную школу попал летом в августе по моему и встретила меня и на александровна как раз таки наша и порекомендовала чтобы я пошел к дмитрию владимировичу зорина она сказала что он очень хороший педагог выпускник консерватории и поэтому иди к нему и мы пошли к нему прослушиваться у меня прослушал меня взяли ну там же важно помните мы говорили по поводу слуха да вот это что то 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 вот этого все прошли это тоже самое главное что когда человек поступает на любое отделение нашей и музыкальной школы играть не обязательно важно показать наличие слуха то есть как ты слышишь а дальше уже все зависит от преподавателя от желания ученика поэтому природные слуховые данные они очень важны потому что хороший слух тоже не всем дается я согласен вот моя мечта например не то что мечтал я тоже как-то хотел играть на всех этих вещах но на что время как раз тянули всех детей а мяч от не потянули поэтому я остался без музыкальной школы но если нужно я могу петь кто-то будет играть мы будем переда какая разница но если говорить серьезно артем скажите и то есть сразу процесс пошел не хотелось потом уйти бросить это же тяжелая история нет но сразу прям большого рвения не было это скорее первый год воспринималось как хобби попробовать да да а только потом я уже начал понимать что это мое любимое занятие вот скажите татьяна сослан это что же важный такой момент мы понимаем что многих детей действительно ну родители мягко говоря заставляют да и тут наверно важный момент это понять принять это и если действительно ну даже самый талантливый может отказаться это право выбора человека но все равно вы же наверно папа проходите с ними какую-то психологическую историю когда помогаете и чек под забывают что его там привели вдруг он начинает сам хотите но вы знаете музыкальное искусство но чем сложность представляет кажется что сейчас сразу зазвучит музыкальный инструмент по мановению народ же на лист карточки до приобрести вот эту музыкальную свободу можно не сразу важно систематические занятия на инструменте вокал тоже кстати не простое вид искусства там тоже нужна техника нужно чтобы звук попадал в правильное место я как вокалист могу говорить со знанием тела тогда легко поется и вот эта легкость игры тоже не сразу появляется но тут нужно с большую роль мне кажется играет личность преподавателя который может заинтересовать суметь не палкой не из-под палки заставить заниматься а вдохновить своим примером найти какие-то интересные такие ключи к выполнению вот этих вот задач поэтому личность преподавателя важно конечно же мы еще поговорим о коллективе в принципе уже начали говорить но вернемся к артему артем а как много ваших ну разновозрастных скажем коллег учатся сейчас приходит же ребята девчонки ну в нашу школу приходят да но они в основном все наверное маленького возраста достаточно того когда пришли сколько я пришел в 10 лет в 10 лет я поздно старики уже я в старике да уже было поздно вам не сказали все мальчик 10 лет уже станет приняли там же руки а правда что у пианистов длинные пальцы нет нет ни у всех нет совершенно много пианистов которые играют с короткими пальцами вас есть любимые пианисты которые вот но вы же много видосиков смотрели как сейчас говорят видео для зрелых людей и наверно просто что-то слышали кто как играл аудиозаписи кто вот вам кажется что это вот то что хотелось бы хотим самый моих любимых их очень много и конечно но они все в основном старые мастера ну и хорошо владимир горвиц там рихтер татьяна николаева мне очень нравится элиссовер саладзе из новых молодых я наблюдаю вот за иваном бессоновым анастасии махомендриковой они участвовали кстати говоря тоже вот и в синие птицы вот всех проектах телевизионных вот ну конечно наша консерватория все профессора замечательные пианисты а вы смотрите за руками за пальцами вообще зачем смотрит вот врач там брер хирург он приезжает на какую-то операцию он вместе состоится чек делать операцию он смотрит как это делается как вы смотрите и нарушаете на руки и в ноты ага да это очень важно чтобы ноты попал мы же не забываем что тут очень важно но что вы умеете читать ноты кстати я видел просто по моему я уже говорил в одном из эфиров что во всех больших оперных театрах где там наверху на уже под самым потолком стоят люди разновозрастные и они примут опера идет и они прям смотрят из таким так здесь попало а вот здесь не попало внутрь прямо на лице все то есть я даже не смотрят на сцену они слушают как поется опера но это уже техника возвращаемся к вашей замечательной детской музыкальной школе татьяна снасланова какие у вас сейчас есть предметы чему учите но у нас вот артем как раз представитель самого многочисленного отделения фортепианная очень много людей которые хотят научиться на этом инструменте потом у нас есть очень хорошее отделение народных инструментов балалайка дом рабоян аккордеон гитара входят вот предметы и кстати это очень важное отделение потому что мне кажется вот обучение даже желание на этих инструментах это вот настоящий патриотизм потому что ну можно что-то развернул ну да важно ценить эти корни потому что эти инструменты они действительно как история нашей страны они звучат здесь уже просто именно соприкосновение пальцев например с инструментом тут какая-то магия происходит струна балалайка вообще там три струны еще если я не забуду вопросов всегда музыкантом людям связанным с вот мельпомены очень много и очень важно когда музыкант старинный музыкант или еще что-то он живет какой-то своей жизни у нас были здесь и ну я встречался с такими музыкантами которые там на инструментах 17 18 века играли которые закреплены за ними то есть там на уровне прям договоров и так далее вернемся еще а чему еще понятно 4 пьяна и так далее а какие не будет реально хоровое нас есть отделение у нас есть отделение духовых инструментов как раз он начинается с блок флейты и у нас у нас новое отделение но у нас недавно развивается раз духа вы мне как то живут на всех концертов он кларнет но и тут самые такие распространенные инструменты и очень много желающих но тоже не простой инструмент тоже саксофон он предполагает тоже вам большую свободу еще вот это же он предполагает легкие все там все там и зубы там наверное все вместе нужно правильно это уже постановка легкие правильно точно это большое играет потому что вот у меня например мальчик занимается на кларнете и поет еще у меня но там немножко у нас по-разному чуть-чуть но все равно дыхание большую роль играет еще у нас есть вокальное отделение вокально-хоровое отделение вы в принципе можете все еще и соединять один играет на фортепиано другой пою конечно да у нас так и происходит кто-то обязательно будет виноватым сегодня ты а завтра я а потом еще вот вы говорили с артемом и можно следить по нотам да а конечно еще замечательная свобода когда человек может импровизировать то есть он знает нотную партию и может фантазию нести очень далеко но обязательно вернуться определенным канонам конечно же импровизации да но это не всем тоже дано это вот высшие свободы но завершая первую часть у нас быстро время пробегает как в какой-нибудь маленькой маленьком музыкальном произведении которая правда разучивается долго артем скажите вот ноты есть такая теория что это какая-то прям ну вот китайский язык проще вы как быстро смогли изучить ноты и вы все ноты можете читать вот этот в этом мире то есть все эти закорю я только соль помню потому что она где-то посредине и помню еще дорами фасоль да а вы знаете все ноты то и на самом деле быстро выучил ну кому как каждому свое кто-то быстро учит кто-то нет но дело в том что там есть помимо дорами фасоль аси есть всякие штрихи обозначение ритмов темпов ремарки всевозможные много ключей на самом деле больше чем скрипичные басовы есть двойные стройные бемоли там еще когда бемоли диезы да все есть дело то что наша школе было были эти уроки в музыке вот и что-то нас что-то учили и конечно мне кажется что вообще всегда уважение к людям которые по нотам играет посмотришь любой музыкант стала себе играют чего-то а вот в театре например в любом за оперном там вот сидит но как сказать ударный неударным вот так вот делает литавры да да у него два или три выхода за три часа вот он сидит так тихонечко иногда даже дремлет потому что он уже знает все раз подошел подготовился послушал каждую что там послушал там послушай иногда прям специально сижу потом раз и на полчаса опять можно уходить но он важный человек потому что без его краски музыка там потеряет что-то вот скажите почему еще про ноты это же такая общекультурное развитие то есть конечно да и на то что например 80 или 90 процентов детей не знают так вот и никогда и не выучит но вы знаете да одно дело вот когда например учить без нот учи человека петь ему показываешь то есть есть элементарные понятия высота звука выше ниже можно показывать как-то руками но гораздо лучше если он знает где эти ноты высота находится по правилам но хочу сразу сказать что это предмет сольфеджио музыкальная грамота он уж как правило всем кажется скучноватым и трудным поэтому здесь особые подходы нужны чтобы дети хотели изучать но это практически наука тоже но там многое надо запомнить если в музыке можно на эмоции что-то даже допустим пальцы умеют делать там важно правильно вот энергетика эмоции иногда на каком-то эмоциональном подъеме это может помочь даже определенный пассаж сыграть человеку если он просто без эмоций пытается преодолеть какие-то трудности пальцами или чем-то может не получится а когда он находится на нужно себя взволновать обязательно при вы приучать себя кстати вот как думал то такому внутреннюю волнению да то есть не просто акта да дам там там над как обычно а вот именно как-то так еще но вы знаете очень сложно это объяснять кстати преподавателю что должно пойти от человека чтобы вот этот музыкальный посыл полетел сейчас пойдем от человека сделаем паузу и придем вернемся в студию напомню что у нас гостях татьяна станиславна матвеева директор детской музыкальной школы номер два и уже практически выпускник да по классу фортепиано артем попов дождитесь напомню что эта программа открытый диалог с вами николай пивненко сегодня у нас детская музыкальная школа номер два гостит нашем эфире в лице директора татьяны станиславной матвеевой и практически уже выпускника артема татьяна станиславна вот ученики уходят насколько обратная связь работают если ребята которые немножко продолжают но если не профессионально то она все-таки как-то в музыкальной жизни в живут как ну конечно во первых некоторые возвращаются в качестве преподавателей а еще самое конечно болезненное бывает для оркестра прекрасный оркестр народных инструментов русский лад в прошлом году он стал гран-при нашего окружного конкурса народных инструментов руководит им валерий александрович калинин выпускник академии гнесиных и знаете что такое там 35 человек сидит причем все дети разного уровня кто-то уже проучился 7-8 лет в первом классе и вот из этого сделать целую палитру и чтобы она зазвучала произведение это огромнейший труд и конечно когда выпадает звено допустим мы выпускаем 6 человек народного отделения это тоже часть людей которые очень хорошо держит этот оркестр допустим все же народные инструменты посещают этот предмет то сразу такой провал нужно кем-то заменить и мы счастливы когда ребята очень многие полюбили этот оркестр наш приходят просто для себя поиграть позаниматься может быть даже кто-то не стал дальше продолжать эту музыкальную жизнь но для них осталось это тем что им необходимо мы всегда очень радуемся также вот ансамбль у нас тоже есть веселая компания который просто хорошо что они сами приходят это значит у нас очередь нужно наш нас интерес мы от команды работы возвращаемся к индивидуальной вот вопрос артему фортепиано понятно что ну не миллион может быть на тысячу мы собираем известных авторов таких с именем у вас есть любимую скажем так композиторы которых вы любите играть да за как правильно сказать нас профессии на сцене играть работать а и скажем есть любимый но вы не можете их пока играть конечно но кто давайте начнем всех кого вы любите вот прям всех кого я люблю и люблю играть да да но это начало конечно с баха очень приятно само ощущение физиологическое пальцем играть баха то есть он удобно ты с очень да очень удобно и после занятий чувствуешь некоторую некоторое развитие гибкости даже а потом очень мне нравится играть авангардных авторов саму себе всяких автора двадцатого века прокофьева стравинского пуленко вот но очень неудобно и это не только у меня игра чайковского он неожиданно и пианистичный композитор наше все то есть он красиво гениально талант талант но не пианистичка как рассказать очень получается так что у него все неудобно все не лежит на слуху вроде удобно а вам чтобы нам сделать удобно надо постараться пальцы конечно после него некоторым некоторым замешательстве хорошо по и она очень удобно играть тоже у него но потому что он сам пианист чайковский он был хорошим я полагаю пианистом но он не был пианистом как по профессии он все-таки был больше композитора то есть и пойдет себе хорошую без она мы сыграют поняла да хорошо а вот оперу вы посещали когда-нибудь слушаете когда вот это все звучит кстати в оперы же не всегда место для фортепиано-то находится вообще не всегда почти никогда и нету она стоит так всегда одиноко зато когда надо фортепиано на первом месте из каких-то может быть современных авторов джазовые эстрадные какие-то вещи вы играете ну нет нет я люблю и джаз послушать и что-то эстрадное но мы ничего не играем такого но еще один вопрос такой до блок вопроса у нас для будущей звезды фортепиано вы я так выяснил до программы еще и сам музыку пишет да то есть вы сам чайковский себе так скажем какую классическую классе же но неужели молодой человек не сядет и не сбацает какой-нибудь джазовый рисунок чтобы классика это хорошо и вообще что такое классика как то же вы пишете классическую музыку это как понять по канонам ну жанр классической музыки да он он понятно что это не стала классика этом или золотым репертуаром но это да и не сказать что по канона потому что в сочинительстве я бы не сказал что есть какие-то каноны да они есть там по форме может быть какой-то традиции разные у разных даже народов у разных школ композиторских есть свои традиции но ты сочиняешь так как тебе нравится это самое главное кто-то захочет прийти в школу это как сделать то можно но у нас обычно вступительные экзамены бывают потому что мы отбираем ребят на конкурсной основе и я еще раз хочу повторить что самое важное для человека природный слух и чувство ритма и вот на основе этих до данных мы наиболее талантливых отбираем нашу музыкальную школу на бюджетные места но у нас еще есть для тех кто хочет просто при общиться к музыке еще какие-то платные различные дисциплины для желающих не быть такой вот в системе этого музыкального образования где и нужны и сольфеджио приметов зачеты экзамены я уже обычно это весной происходит то есть у нас приемные вот эти вот прослушивание бывают в конце мая либо в начале июня и подают заявление через портал государственных услуг дорога уже известно 3 до апреля потерпите и как раз к тому время артем уже уйдет до его место будет свободно еще не идет она же будет выпускный экзамен а еще выпускного будет готовиться как за место да будет правильно говорят что сольфеджио и сопромат два таких вот жизни студенты разных направлений два главных предмета который нужно сдать артем возвращаемся к вам у вас я так смотрю на серьезный подход вот скажите музыка в дальнейшем все таки вы уже взрослеете у вас впереди там должен быть какой-то вуз наверно да так далее музыка какое будет место занимать жизни ли это так останется где-нибудь в вечером после рабочего дня сесть пару сыграть симфонии нет она будет профессиональным занятием идете дальше до профессиональным занятием будет первое образование моё первое наверное в будущем главное хотя кто знает что будет в жизни да ведь это же очень такой конкурентный рынок до пианистов мне кажется много гитаристов только на на еще больше у нас это же самое многочисленное отделение много но сейчас из-за того что их стало много стало мало качества а то есть можно и ушло некоторое художественное понимание про это говорят очень многие педагоги художественное понимание музыки и все ушло в технику чем быстрее тем лучше погромче да побыстрее но вот так сложилось да даже в вузах многие ребята выпускаются не совсем музыкальные а вот скажите возвращаясь помните я говорил вот вы когда-нибудь играли на каком-нибудь инструменте но постарше вообще инструмент имеет какое-то свое но вот есть человек да на нем может быть там какой-то один человек играл известно неизвестно неважно инструмент это вообще живое существо велит все-таки груда хорошего качественного металла и дерево не это игру до хорошего качественного металла и дерева но и он конечно имеет свои особенности каждому инструменту нужен свой подход уже договориться нужно договариваться долго сидеть до но профессионалом в чем и профессионал что он быстро может подстроиться да не всегда даже на конкурсах дают поиграть на инструменте который стоит в зале и ты вынужден буквально вот с первых двух секунд секунд понять какая здесь здоровый тиск да привет да привет я тебе не буду помогать как не будешь вот примерно так и происходит и у каких-то инструментов мягкая педаль у каких-то не очень у каких-то клавиша жесткая нужно прилагать больше такси нет наоборот очень да не очень инструмент звучный а у кого-то полы более блёгкий и блёгкий звук и получается что нужно играть наоборот сильнее понятно но мне почему-то кажется что со временем мы еще будем артема звать есть конечно найдет своем плотном графике время приехать к нам и вот тут возникает такой вопрос татьяна снаславовна у нас все-таки времена разные бывали с музыкальными школами как я уже говорил там советское время всех тащили потом люди скорее занимались своими делами но то есть был такой просадка вот что глобально еще дает вот это дополнительное музыкальное образование для просто человека даже если не попадает например там на все звуки не попадает на бюджет но вот ему просто хочется петь но во первых музыка что дает человеку возможность оторваться от каких-то повседневных проблем и стать просто выше забыть например о чем-то и вообще с целиком музыкальное образование но конечно же это повышает культурный уровень любого человека он больше разбирается в каких-то материях которых важно для человека иметь представление то есть более тонкая настройка происходит настройка потому что да потом самое главное что он учится слышать слышать другого слышать вокруг себя мне кажется это очень важно потому что времена бывают такие когда друг другу мы не можем услышать а умение слушать это одно из самых главных кстати тоже качество ты музыкального образования ну и конечно кругозор просто для любого человека в любой области важно широта знания а когда музыка она же объединяет очень многих и поэтому быть на одном языке со многими людьми это тоже важно память ну и финальный вопрос если позволите артему зададим его я не знаю задают и такие вопросы на экзаменах но мы-то можем задать у нас менее экзамен который никак не повлияет на вашу судьбу но вы композитор уже можно так сказать раз вы пишете не буду спрашивать как надеюсь у нас будет такое время когда-нибудь откуда музыка это берется вообще сложный вопрос вообще нужно уметь если ты занимаешься этим профессионально уметь настраивать себя здесь и писать не сидеть мечтать романтично и ждать какого-то вдохновения потому что она приходит кто-то ведяще на ноты писать или сидеть импровизировать кто-то исходит из про и из импровизации кто-то может сочинять музыку без инструмента далее да в голове придумывать то есть ты задаешься целью ставишься художественную задачу задачу какую-то выражаешь себя в ней если это тебе нравится то музыка пойдет она тебя найдет какие-то моменты наоборот нужно чуть-чуть отпустить на несколько дней отдохнуть перезарядиться где-то эти эмоции взять в жизни и потом снова все польется вот так вот дорогие друзья остается поблагодарить вас за участие нашей программе татьяна снеслава на матвеева директор детской музыкальной школы номер два городского круга люверцы артем попов ученик по классу фортепиано весной него выпускной экзамен а вот так что могут зайти или прийти на выпускной экзамены экзамен экзамен у нас обычно комиссия поэтому то есть там другие преподаватели ну на концерт могут к нам на концерт приходите на концерт следите за как я таких случаях за рекламой спасибо вам большое на этом все была программа открытый диалог счастлива а